Вопрос. Есть ли самая связь между социальными и астральными паразитами? Если да, то как они взаимодействуют? Интересный вопрос для всех. Ну, в принципе, прямой связи между социальными паразитами и астральными паразитами нет. Потому что что такое астральный паразит? Условное название – это сущности вымерших животных. То есть те животные, которые в ходе эволюции жизни на Земле потеряли свои физические тела, они уже не могут воплотиться, потому что нет образца генетики, которые не могут воплотиться. То, понимаете, хотя вот, так сказать, птицы – это предки их динозавров, знаете потом, да? И что ближайшие родственники курицы, знаете кто птицы? Знаете? Крокодил. Забавно, да? Просто у птиц и у крокодилов был общий предок. Одна ведь пошла, привела к появлению птиц со временем, а другая ведь пришла к появлению, развитию, ну, крокодилов. Ну, казалось, динозавры, да. Ну, смотрите, даже несмотря на то, что курица и птица динозавры по своей сути, но вот те большие динозавры воплотиться в них не могут. То есть, как бы ни старались, из куриного яйца никакой хищник, динозавры, почему-то не появляется. Потому что для того, чтобы появилась, действительно нужна точная генетика, резонирующая сущностью. Так вот, когда вымирает тот или иной вид, сущности остаются, то есть у них нет больше, как говорится, генератора, то есть электростанция, обеспечивая причине функции сущности. И у них остается несколько вариантов. Некоторые идут на симбиоз, то есть они совместно пользуются телом тем, кого есть. Это, к примеру, эмбрионное развитие, вот я расписал, кто интересно, может почитать. Это один вариант, другой паразитизм. То есть, когда они сами не имеют тела, они начинают паразитировать на тех, кто имеет тела. То есть высасывает жизненные силы и т.д. и т.п. Вот. Это, в принципе, явление природное и естественное. Социальные паразиты отличаются от них. Я в книге специального списка. Чем отличаются социальные паразиты от любых паразитов? Потому что социальные паразиты, чтобы функционировать, уничтожают самых сильных, то есть носителей альфа-генетики в любом народе. Ну, это Тору, почитатель Ветхий Завет, там все это расписано подробно. Не буду повторяться. Любые паразиты, в том числе и астральные, они в первую очередь нападают не на самых сильных, они не по зубам, а на самых слабых. То есть, в принципе, с точки зрения паразитической, природных паразитов имеется в виду. Конечно, для конкретного существа, которое становится жертвой паразитов, астральных и вообще природных паразитов, этот фактор малоприятный. Но для развития живой природы это положительный фактор. Почему? Отсекаются самые слабые особи, погибают, выживают только самые сильные. Для будущего потокления это только плюс. Потому что если выживают самые слабые в природе, то они обречены на гибель, потому что их потомки будут тоже ослаблены. Понимаете, да? То есть, если паразиты природные, в том числе и астральные, в какой-то смысле имеют положительную роль, тарки, волки и так далее, и так далее, хищники, не паразиты, то социальные паразиты никакой положительной роли не несут. Они уничтожают самые лучшие, самых лучших людей, если говорить о социуме, носителей альфогенетики, или к там в Торе и в Ветхом Сайте пишется людей, сильных людей, народа сего. Сильные люди это и есть носители альфогенетики, если все время не смогут говорить. Следующий вопрос.